Величина субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг не будет единой для всех нуждающихся. В профильном ведомстве сегодня поясняли все детали нового указа. На размер помощи повлияют различные факторы. К примеру, фактическая площадь квартиры или количество проживающих. А вот какие именно доходы граждан будут учитываться при предоставлении субсидий, еще предстоит определить. Правительство подготовит соответствующий документ к 1 октября. Также известно, что так называемые тунеядцы на помощь претендовать не смогут. Не дадут субсидии и другим категориям белорусов. Те домохозяйства, в составе семьи, у которых есть более двух квартир, зарегистрированы фирмы по данному жилому помещению. Если сдают комнату или квартиру в найм, соответственно, такие домохозяйства уже в априори субсидии не получат. Напомню, главный критерий начисления жилищной субсидии – это доход семьи. Горожане могут рассчитывать на финансовую помощь, если более 20% дохода уходит на оплату ЖКУ. Для сельских жителей эта цифра составит 15%. Субсидировать нуждающимся будут все основные жилищно-коммунальные услуги, в том числе и отопление.